Всем привет! Сегодня у нас британец, пятый уровень, крейсер Эмиральд. Сначала немножко по его ТТХ, пройдусь, потом свое впечатление про данный кораблик. Боеспособность у нас 27100, бронирование достигает 76 мм, но как обычно это какая-то маленькая полосочка бронь, которая в общем-то особой роли на жизнь корабля не играет. Вооружены мы 7152 мм орудиями, с дальностью стрельбы 13,6 км. Время перезарядки у нас 5 секунд и максимальный урон бронебойными снарядами 3000 хп. Забираем при пробитии цитадели. Как всегда у нас только лишь одни ББшки. Торпедное вооружение 4 4 трубных, ой 533 мм торпедных аппарата. У нас дальность хода 6 км, скорость максимальная 59 узлов, максимальный урон с одной торпедой 15700 и время перезарядки 106 секунд. Как всегда торпедные аппараты у нас расположены по бортам. Есть у нас какое-то ПВО в 21 единицу, но по сути говоря, что-то сбивать конечно оно рандомно может, но толку от него особо никакого нет. Скорость у нас максимальная хода 33 узла, радиус циркуляции 670 метров и время перекладки руля 7,8 секунды. Замечают нас 11,5 км в корабли, а самолеты с 6,7 км. И как всегда у британцев есть из снаряжения хилка, у нас есть также гидроакустика и есть дымовая завеса. Правда вместо дымов можно выбрать еще катапультный истребитель, либо корректировщик, но я думаю, что людей, которые их выбирают, конечно же единицы или вообще никто так не делает. Что можно сказать про дымы? Дымы очень короткие, ставятся всего лишь, по-моему, в районе 5 или может 10 секунд, но они ставят достаточно большой круг, поэтому если вы скинете скорость хотя бы до половины хода, то уже из дымов вы не выскочите. Если вы будете ставить дымы на полном ходу, как сейчас идете, то из дымов мы выскакиваем, и нам приходится потом назад в них заходить, ну и сами знаем, чем это может закончиться. Поэтому перед постановкой дымов обязательно необходимо сбрасывать скорость, либо выбирать какое-то препятствие, в которое вы там через 5-10 секунд врежетесь и, в общем-то, останетесь стоять в дымах. Иначе вас будет ждать достаточно быстрая гибель под фокусом. Потому как данный кораблик, как и все британцы, абсолютно картонный и удар он практически не держит. К тому же мы уже на пятом уровне, а на пятом уровне, правильно, нас уже кидает к семеркам. И вот могу сказать по статистике боев, я на нем отыграл 10 боев и восклицательный знак, всего лишь 2 боя я провел в топе. Все остальные 8 боев меня кидало к семеркам. И сами прекрасно понимаете, что дальность стрельбы там в 13,6 километров против семерок, ну в общем, это ни о чем. И какие-то там супер нагибные результаты, как в этом бою, это супер нагибные для этого, конечно же, корабля, показывать там достаточно сложно. Потому что реально одна плюха с какого-нибудь Мёка, с какого-нибудь Киева, просто он нас разбирает своими фугасами, как за милую душу. И, в общем-то, мы достаточно быстро отправляемся в пору. Да, даже не надо и никакого Киева. Тот же Минникадзе на своих фугасиках нас достаточно легко и просто разбирает. Где-то с залпа, если он нормально в нас попадает, а обычно Минникадзе-то засвечивается уже на дистанции в районе 6 километров, то он сносит нам за залп примерно 4000 хп. При том, что мы, если не повезет, можем снести всего лишь в районе 1000 хп. Стандартный урон, по-моему, 990 у данных бронебойных снарядов при попадании по эсминцам. Может, конечно, и больше, но обычно вот, да, видим стандартно вот этот вот 990, который соответствует, скорее всего, сквозному пробитию. Поэтому, если мы попадаем в топ, то на этом кораблике можно показывать нормальные результаты. Особенно, если мы попадаем, конечно же, против крейсеров, то тут, как видим, великолепно ББшки заходят. Хотя, честно говоря, как по мне, ББхи у того же Кёнигсберга намного более имеют интересную и баллистику, и урон, и пробиваемость. Но, тем не менее, тоже что-то данный корабль может делать. Кстати, вот, что касается особенно Кёнигсберга, Нюрберга, всех этих немецких скорострельных кораблей, их надо бояться как огня, потому что Кёник реально отрывает сразу полкорабля, если вы хоть на секундочку подставили борт. Вот, видим, сейчас по Минникадзе, ну, в принципе, на 2000 заход ББшками, как по мне, все-таки это не очень-то круто. Фугасы, конечно же, против эсминцев намного более роляют, чем ББшки. А, у меня была схватка с Муцки, так там вообще, честно говоря, он меня просто-напросто с главного калибра утопил. Потому как, с учетом того, что кораблик еще и немножко косоват, по крайней мере, орудия достаточно неточно стреляют, то я в него с залпа в лучшем случае попадал один раз, а он как раз-то меня достаточно хорошо разбирал. Поэтому в топе кораблик может показывать какие-то более или менее нормальные результаты, а если мы попадаем вниз списка, то, конечно, кораблик откровенно страдает.